Давайте тогда расскажу немножко о курсе. Курс я называю вообще с УБД в исконагруженных проектах. Я его читаю в МФТ и более в расширенном виде, в технотреке. Сейчас попробовал ужать, что будет в курсе. Это не совсем даже курс с УБД, это, скажем так, курс, который поможет вам разобраться в хайлоу-проектах в специфике конкретно в исконагруженного веба. О том, что вас ожидает, даст какие-то рецепты, чего не будет на курсе. Того, как это устроено слишком глубоко внутри, как проектировать базы данных, сами базы данных, а СУБД, этого не будет на курсе. То есть мы будем именно инженерный подход не исследовательский исповедовать. Так, и что будет на курсе? Пять лекций, туда же будут семинарские занятия. Сначала будет на каждом курсе, возможно, только в среду будет по-другому, немножко это мы еще решим. И сначала у нас будет лекционная часть, потом будет практика. Практику вот будет мой коллега Сергей. Сейчас давайте я погашу все лишнее, чтобы ничего не отвлекало. Сегодня посмотрим, сегодня вообще про базы данных ничего не будет. Будет очень-очень кратко о том, что такое хайлоуд, какие там есть основные паттерны, все, что не касается баз данных. Завтрашняя лекция будет целиком посвящена таким вещам, как репликация, индексирование, то есть тому, как использовать базы данных под высокими нагрузками. Что делать, чтобы ваш сайт, а конкретно базы данных, не задыхались под высокими нагрузками. Затем будет три лекции. Первая будет по MySQL. На мой взгляд, самая скучная лекция из всех, но зато будут интересные лабораторные работы. Потом будет Mongo. Там уже не будет ни презентации, ничего. Это будет в режиме демонстрации. С Mongo кто работал? Поднимите руки, пожалуйста. Во, отлично. Значит, самое то будет под эту аудиторию. Отлично зайдет. Что вы сможете делать? После этой лекции вы будете писать элементарные запросы в Mongo и будете понимать, что это за зверь такой и зачем оно вам нужно. И последняя лекция будет Тарантул. Кто о Тарантуле слышал? Во. А кто работал? Во, да, отлично. Значит, после этой лекции будете знать основы ло. Как основы, в принципе, можно сказать, будете знать все ло. Язык элементарный. Я его обычно читаю целую лекцию. Это я сильно разосыжевываю, растягиваю. На самом деле, там дел на час с ним разобраться. И какого плана у нас будут лабораторные работы? Возможно, Серега что-то поменял в этот раз. Но, как правило, это какое-то высоконагруженное тестирование. То есть делаем какую-то базу данных и гоняем ее под нагрузками. Строим разные индексы. Вот что-то такого плана. Давайте еще так. Кто из МГУ? Кто из Бауманки? Кто из МФТИ? Так, отлично. Здесь тоже аудитория хорошая подобралась. Поэтому лично мои предпочтения. Кому что интересно. Так. Ну и давайте немножко расскажу о себе. Меня зовут Иван Оремень. Я руковожу разработкой в почтам LRU. Все вот, что касается сишного кода, это под моей ответственностью. Хотя пишем мы, в принципе, на всем, что надо. На Go пишем, на Lo пишем, на Python бывает. В CC++ даже в расчет не беру это все на нем. На Perlet даже иногда бывает. Гришим. Я закончил МГТУ имени Баумана, кафедру ИО-7. Год назад, да, закончил. Со степенью магистра. Даже как-то красный диплом удлился получить. Зачем он мне нужен, правда, не знаю. Но не суть. В Mail.ru я уже 4,5 года работаю. Начинал стажером. Где-то полтора года назад занял должность руководителя группы. В связи с особыми обстоятельствами. И сейчас возглавляю команду из 4-х человек плюс Е5. Мне удалось поучаствовать в таких проектах, как MyMail. Кто-нибудь пользуется? Во. Надо больше. На самом деле, самый популярный сторонний клиент в App Store. На сегодняшний день почтовый. То есть популярнее, только встроенное приложение для почты. Это наша разработка. MyCom, кто не в курсе, это наш западный бренд. У вас на ленточках написано MyCom. Большая часть. Сейчас идет объединение бренда. Я участвовал в разработке BizMail.ru. Это наша почта для доменов. Достаточно интересный, мощный проект. Сам, в принципе, им активно пользуюсь. Тоже под моим уже руководством шла разработка сворачивания цитата. Это когда вы читаете письмо, у вас цитата схлопывается. С этим тоже удалось поработать. Это такие самые базовые проекты. Самые, на мой взгляд, интересные. Мои любимые. Которыми я занимался так. Уже за почти пять лет много что удалось сделать. Почему я считаю, что я могу преподавать этот курс? Потому что, скажем так, исторически я начинал систему доставки нашей почты. И вот мы принимаем почти миллиард сообщений в сутки. Это достаточно много. Причем, когда утром приходят рассылщики, у нас в пике достаточно много писем. В общем, я могу сказать, что я понимаю, как надо масштабировать ваши ресурсы. Потому что в современном интернете куда важнее масштабируемость, чем производительность. То есть, вряд ли у вас будет какой-нибудь суперкомпьютер Ломоносов все ваше выполнять. А интернет это все-таки достаточно недорогие. Ну, относительно недорогие сервера. Но это мы потом рассмотрим. Вот как-то мне четыре уже года удается делать так, что мейлрым почти не падает. Не, ну, всякое бывает. Там электричество отключается, еще что-то. Кто не помнит, в 2009-м эскаваторщики копали канаву, в общем, копали, перебили оптоволокно. Пол Москвы сидела без интернета. Вот, бывает и такое. Хотя мы даже в таких случаях умудряемся работать. Вот. И еще раз по курсу. Что я хочу, чтобы вы вынесли с курса? Понимать, что такое хайлоуд и в чем его особенности. Понимать особенности железа в интернете. Уметь выбирать инструменты. Вот изначально курс все-таки хотели делать как курс по тарантулу, но пришли к выводу, что просто так пиарить инженеры к этому относятся, как, как это называется, бенч-паркетинг. Вот. Не очень хорошая идея. Поэтому решили научить людей сравнивать и на практике убедить, что тарантул действительно очень крутой продукт, который выдерживает достаточно большие нагрузки. На самом деле лично мое предпочтение, я к разработке тарантула отношения не имею. Я исключительно его пользователь. Это действительно очень удобный инструмент. Чаще удобнее того же SQL, на мой взгляд. Хотя кто-то не согласен. Хочу, чтобы вы научились на практике тестировать и проверять гипотезы и научились использовать какие-то базовые паттерны проектирования высоконагруженных систем. Давайте по правилам. В аудитории. На самом деле, вот я вижу, кто-то пишет даже. Писать, на мой взгляд, здесь достаточно бесполезно. Я хочу что-то типа диалога, чтобы было такого массового, потому что куда важнее, что вы унесете. Все детали вы всегда можете загуглить, поверьте. Вот тут никакой сакральной информации нет. Я кому надо могу... Давайте так поступим. Найдите меня в ВК. Кому интересно, я кину списки рекомендуемой литературы какой-то, статей. В литературе это слишком много сказано, но вот какой-то набор своих статей, не своих, а вообще статей, я вам скину, можете посмотреть. Вот, и если есть какие-то вопросы, прям сразу руку подняли, я вам вопрос задал, вот, и так и работаем. То есть не надо оттягивать до последнего, потому что уже выйдем из контекста, все забудется, будет неинтересно, прям руку подняли сразу. Не надо тянуть, не надо стесняться. Вот, глупых вопросов, поверьте, нет. Нет, чтобы было понятно, я каждый... Это уже четвертый прогон лекции, я каждый раз сижу по несколько часов к ней и готовлюсь, потому что какие-то нюансы вымываются из головы, что-то забывается, поэтому что-то забыли, возможно, даже знали, руку подняли, спросили. Ничего такого в этом нет. Вот, и давайте начнем уже саму лекцию. Вообще, какие у нас есть способы измерять нагрузку? Ну, прежде всего, основной это RPS, он же RPM, это requests per minute, request per second. Сколько запросов в штуках вам прилетает в вашу систему? Казалось бы, достаточно неплохая метрика, но в чем особенность? От системы к системе нагрузка, которую даст один запрос, будет различаться. То есть если это какой-нибудь запрос типа ping, вам прислали запрос, вы на него тут же ответили, это одно, вот, а если вам надо ходить в базы, нагружать систему, у вас, естественно, запросы будут не такими. Вот, есть поэтому способ мерить еще передачи байт в секунду, это сколько, говоря, трафика у вас проходит от клиента до сервера и назад, и число одновременных соединений. Вот проблема одновременных соединений в вебе одна из самых острых проблем. Как это выглядит? Вы же все, там, у всех айфоны, какие-нибудь андроиды, все вы получаете пуши. В чем, например, особенность пушей? Нужно персистить к аннерту. То есть у вас есть какое-то соединение, но у вас постоянно до сервера должно быть активно. Или там, окей. У вас, кто не видел, в почте теперь Mail.ru такой звуковой сигнал появляется, когда приходит новое письмо, недавно фичу запустили. На самом деле фича для пользователя выглядит как очень простая, а внутри там, ух, как оптимизировали все. Я непосредственно в этом участие не принимал, но в курсе всего этого поделия, как там устроено, действительно, вот это мастерски оптимизировано, а там прям совсем чуть-чуть серверов это поддерживает. В чем особенность? У вас открыт браузер, и у вас будет соединение установлено до сервера прям постоянно, пока вы не закроете браузер свой. При этом в чем особенность? Метрики числа одновременных соединений. Вы фактически ничего не делаете. Вы просто держите коннект, и у вас процесс с вами ничего не делает. Вот какие идеи, о чем это нам может говорить? Вот у нас установлен коннект до сервера, и ничего по этому коннекту не передается, как правило. Как это нам может помочь оптимизировать наше приложение? Грузку снижает, может? Да. Вы делаете полусоединений, и авторно использовать один и тот же коннект? Ну, один коннект переиспользовать не получится все-таки. Коннект у нас, как TCP, у нас предполагает конкретно установленное соединение. Хорошо, я дальше подробнее расскажу это. Я так прощу почву, кто что знает. Просто начнем подробнее останавливаться. Ничего страшного, вот, рассмотрим. Слэш дот эффект. Как в России его называют? Кто в курсе? Хаброэффект? Да, все верно, это хаброэффект, известный. Как это выглядит? Вы делаете какую-то свою страничку. Ну, делаете, развиваете. Там, естественно, нагрузки не тестируют. База данных у вас без индексов. Вот, кругом Apache. Вот, на PHP все написано. Синхронно ходим в базу. И все главное, работает. Вы приходите на какой-нибудь условный хабр, размещаете статью, говорите, приходите на наш крутой ресурс. Вот, а пользователи заходят и начинают вам писать гневные сообщения, что вы бедлокодор, и сайт у вас вообще-то лежит. Вот, зачем вы так делаете? Вот. А что это происходит? У вас резко поднимаются все три вот эти метрики. И число одновременных соединений, и число запросов в секунду, в единицу времени, и байт в секунду. Вот метрика байт в секунду. То есть вы разместили, у вас тут же к вам сразу придет очень много людей. В чем особенность хабри-эффекта? Как правило, первое впечатление о сайте влияет на ретеншн. Ретеншн значит, что такое, да? Это бизнесовая метрика, к IT отношения не имеет. Это число, скажем так, процент пользователей, которые придут к вам снова на сайт. То есть вот они зашли, и сколько из них вернется. Это для бизнеса одна из основных метрик. Вот эта метрика, когда у вас ретеншн не выдержала. А если у вас крутой сайт, и он второе, и важно, держит нагрузку, вот, скорее всего, у вас пик сократится не так сильно. То есть он не вернется до тех значений, которые были до. Вот, вполне вероятно, что у вас он сократится, ну, хотя бы до 600 тысяч. И это хорошо, это ваши деньги, это то, что вы можете показать заказчику. Вот наша задача за эти пять дней научиться, чтобы с лэждот-эффект вы все-таки переживали, чтобы у вас сайт не падал. Есть два таких базовых термина. Latency и throughput. Кто в курсе, просто руки поднимите, что это. Так, latency — это время обслуживания одного клиента. Как это выглядит? Так, вот к вам пришел запрос на сайт, вы его там попарсили, потом пошли в базу данных, база данных пофурчала, поработала, выплюнула вам ответ, вы этот ответ как-то обработали в формате, доступном для пользователя, отдали. Вот время от принятия первого байта запроса до отдачи последнего байта ответа — это ваш latency. Ну, блин, условно, для Counter-Strike, кто играл, это пинг называется. Вот это пинг. Serpute — это число обработанных клиентов в единицу времени. Вот на что это похоже все? Мой извечный любимый холивар. Общественный транспорт против личного транспорта. Вот latency всегда, еще раз важно, latency чем меньше, тем лучше, Serpute — чем больше, тем лучше. То есть у них в этом плане разные величины. То есть latency, стремящаяся к нулю, должен быть, а Serpute — должен стремиться к бесконечности. Вот это важно понимать. Поэтому давайте не говорить больше-меньше, а лучше-хуже. Вот, потому что я сам постоянно путаюсь в этом, когда говоришь, оговариваешься часто. Еще раз, у личного транспорта, если не считать московских пробок, вот возьмем идеальные условия, latency всегда выше у личного транспорта. Лучше. Не выше, вот я говорю, оговариваюсь. Лучше. То есть на машине вы всегда доедете условно быстрее, там на такси. При этом Serpute выше у общественного транспорта, потому что там в него залезло тысяча человек и едут в одном вагоне метро. Вот у него Serpute лучше. Они очень часто на практике, казалось бы, они должны иметь прямую корреляцию на практике, а они, как правило, различаются. Поэтому вы будете либо оптимизировать latency, либо Serpute. Хотя, в общем-то, на мой взгляд, кажется типичным, что при падении latency должен расти Serpute. То есть чем быстрее вы отдаете пользователю ответ, тем больше клиентов вы можете обработать. Золотой середины нет? Да, как раз смысл в том, что золотая середина всегда есть, только она зависит не от цифр, а от вашей бизнесовой задачи. То есть что вам важнее? Если у вас один клиент в год приходит, то ему очень важно отдать быстро запрос. Но это очень важный клиент, его нельзя потерять, и он должен быстро отрабатывать. А если вам приходит 100 тысяч пользователей в секунду, и один из них будет неудовлетворен скоростью работы вашего сайта, да и с ним 9 тысяч будут счастливы оставшихся. Это хорошо. То есть всегда по этому вопросу надо спрашивать вашего продуктового менеджера, что нам нужно, на что мы рассчитываем, что мы хотим получить. Вот, запомните, вот эти две характеристики, то есть у них корреляция есть, она не нулевая, не минус один, не один. Вот, надо смотреть конкретно. Но в идеале, конечно, стараться и то, и другое, чтобы у вас было неплохим. То есть, ну, наверное, даже если вы будете оптимизировать сропут, но у вас отдача сайта будет 10 секунд, это плохо. Это плохой латенси. Дальше. Трехзвенная архитектура. Кто в курсе, что это? Во. А кто ходил на курс Быкова? Технопарк. Быков, да. У Быкова очень суровый курс. Он умеет выжать из людей сок, чтобы все понимали. Вот, действительно, на самом деле, я очень Саше Быкову благодарен, потому что на курсе этого человека я вообще заинтересовался темой хайлоуда, и, в принципе, наверное, в этом я остановился на какой-то обозримую перспективу долгую точно. Мне очень интересна эта тема, мне действительно это нравится. И вот попробую сегодняшнюю лекцию пересказать весь его курс кратко. Что у нас в трехзвенную архитектуру входит? Это, так, не видно. Это фронтенд, бэкенд и сторидж. Сторидж у нас это что? Это могут быть какие-то файловые хранилища, это базы данных, туда же. Сторидж такое широкое масштабное понятие. Фронтенд это то, куда приходит клиент, то есть то, с чем он установил соединение и работает. Это некий сайт, в смысле сайта. В общем, некая инфраструктурная единица, с которой вы устанавливаете соединение, и она что-то делает, но там нет никакой логики. Вся логика у нас находится на бэкэнде. Основная задача бэкэнда это как раз обслуживание вашего сайта. И сторидж это хранилище, это то, что задача сториджа вообще уметь не просто отдать данные, а отдать их достаточно быстро. Вообще, чем база данных отличается по-вашему от того, чтобы хранить файли? Ради чего все мы это делаем? Почему не хранить данные в файле? Кто скажет? Это мы будем более подробно на следующей лекции рассматривать, но тем не менее, да. Вебе на самом деле это не самая критичная часть в финансах, да, это очень важно. А вот почему в вебе мы храним? Скоро, что поиск быстрее. Да, а за счет чего поиск будет быстрее? Все правильно. Какие-нибудь связи устанавливаются между данными? Индексация, да, все правильно. Вообще, главное для веба, на мой взгляд, опять же, это такая холиварная тема, но вот ради чего мы держим базу и чем она вообще занимается? Она строит индексы. То есть, если бы не было индексов, в принципе, можно было бы, наверное, и файли хранить для веба. Ну, там транзакции, естественно, все, но в вебе, пускай меня сожрет, мало кто использует транзакции, потому что тормозить будет, если какие-то данные покарабтятся, там, раз в тысячу лет, не так страшно, это не финансы. Чем занимается фронтенд? Нет. Это, прежде всего, основная его на сегодняшний день важная задача, это терминация SSL-трафика. То есть, наверное, сейчас любой уважающийся ресурс работает по HTTPS, тем более, HTTP 2.0 стандарта подразумевает исключительно шифрованный трафик. Конечно, в RFC они в итоге договорились до того, что можно не за шифрованным соединением работать, но в итоге, по сути, каждый из вас, наверное, кто пытался поднять инжинкс, видел, что без SSL оно работать не будет. Это обработка медленных клиентов. Давайте на этой проблеме остановимся. Когда проблема медленных клиентов была актуальна у нас? Ну, в 90-е годы. Прежде всего, сейчас поймете, кто там уже возмущен, что лектор несет какой-то бред. Вот вы дослушайте до конца, будет вопрос. В 90-е годы, я уже, у меня тогда был компьютер, вот этот вот страшный модемный звук, и оно работало очень тормознуто. Я помню, как я расстраивался, когда происходил разрыв соединения, и приходилось все перевыкачивать заново, потому что это было нереально долго. Там сидел, молился уже, хоть бы не дисконнект, хоть бы не дисконнект. Вот, была такая история. Потом вроде трафик стало пропускать больше, интернет стал шустрым, а потом проблема вновь стала актуальной в 2007 году, допустим. Почему? Потому что интернет новый, а компьютер старый. Нет. Что случилось именно в 2007 году? Мобильный интернет. Что? Мобильный интернет. Почти, а почему именно 2007 год? iPhone вышел. iPhone вышел, да, все правильно. Вот резко растет надобность в том, чтобы работать с медленными клиентами. Вообще, почему медленный клиент для сайта это плохо? Почему нас это волнует? Он может канал добавлять. Еще раз вспоминаем, какие у нас есть метрики. Соединение у него устанавливается. Да, мы устанавливаем соединение. Как вообще выглядит установка соединения? Мы устанавливаем соединение, там типичный TCP handshake, кто не в курсе, не парьтесь, потом почитайте, что это такое, неважно. Вот мы установили соединение. Дальше там приходит первый байт запроса, а запрос может быть там мегабайты, допустим. Ну, если мы какой-то файл заливаем. Ну, килобайт точно будет у вас, скорее всего, запрос. Вот вы получили первый байт, у вас уже установлено соединение к этому моменту. А пока вы не получите последний байт, скорее всего, вы не сможете обрабатывать, если это бэкэнд, если это не фронтенд. Потому что бэкэнд, как правило, стараются написать достаточно просто. И вот задача фронтенда очень оптимально держать большое число соединений. Почему это так, будем рассматривать дальше. Ну, вот запомните, задача фронтенда очень эффективно обрабатывать большое число соединений, просто их держать. Там нет никакой логики, у него нет задачи, допустим, у NGINX обрабатывать бизнес-логику. Вот. Еще есть отдача статики. Вот, тоже одна из любимых тем, мы ее чуть позднее рассмотрим более подробно. Опустимся на уровень железа. Я вообще, когда себе стажеров нанимаю, я всегда очень активно смотрю на то, понимает ли человек, как работает операционная система, компьютер. То есть программировать там кого угодно, можно научить задачу понимать, как это работает. Вот, тоже хочу подробнее на этом остановиться. Keep life тоже на бэкэндах сложных. Это, как правило, достаточно сложно реализовать. Естественно, там вы, скорее всего, большинство на питоне на каком-нибудь пишете. Я все-таки смотрю на это с точки зрения какого-нибудь бэкэнда на C. Где HTTP реализовать нетривиальные операции. У нас реально там часть бэкэндов на C написано, поэтому не все так просто. И кэширование со звездочкой. Почему со звездочкой подробнее рассмотрим потом, вот пока не важно. Keep life. Кто понимает, что такое? Давайте на Keep life остановимся сейчас. Да. Насколько я знаю, чтобы не расходовать системные ресурсы, международное установка для закрытия соединения, оно в это время еще сохраняется, и следующие запросы применим уже. Да, все верно. То есть как у вас выглядит типичный сайт? Это какой-то HTML-документ, и у него куча ресурсов, там какие-нибудь картиночки, я не знаю, что-то там. Если вы за каждым ресурсом будете переустанавливать соединения, у вас накладные, время накладное на установку соединений будет очень большим, у вас сайт будет медленно открываться. А так вы установили один раз соединения, там интернет-эксплор, если мне память не изменяет, 6 что ли соединений, поддержит, не помню сейчас точно. Вот, и больше 6 соединений до сайта он не откроет. Вот вы открыли 6 соединений, и параллельно в 6 потоков выкачиваете ресурсы. Один ресурс выкачали, пошли по тому же прям соединению, другой, третий. Вот за все за это у вас отвечает тоже фронтенд. Дальше. Есть бэкэнд. Для веба логика простая. Как вы думаете, сколько CPU жрет бэкэнд, и чем он вообще занят? Что делает бэкэнд? Запрос к базе. Запрос к базе звучит размыто, не осознаешь всю эпичность ситуации. Он не только к базе, на самом деле. Там как-то пытается переварить данные. Я вот кучу запрос, и ждет, когда я себя не услышал. Ключевое слово услышал. Ждет. Ждет. Бэкэнд ждет. Вот натурально. У вас огромная-огромная тачка, которая в идеале должна большую часть времени ждать. Она ничего не делает в хорошей ситуации. Она просто потребляет зараза память. Она ничего не делает, кроме этого. Она держит коннекты, ходит в базу и постоянно чего-то ждет. Ждет диска, ждет сетевых запросов. Я не знаю, чего угодно, но ждет. Вот это прям ключевое слово. Запомните, бэкэнд зараза ждет. И надо на это ориентироваться очень серьезно, чтобы он как можно меньше ждал. Уметь его загружать, чтобы он делал полезную работу. Потому что, блин, насервили 24 ядра, и надо, чтобы эти ядра работали. А не просто так простаивали. Вот. То есть мы постоянно ждем. Сейчас, секунду, я промотаю. Во. Да, все правильно. Тоже табличка важная. Вот прям загуглите ее себе, распечатайте и каждое утро повторяйте. Серьезно говорю, не шучу. На любом собеседовании, если покажете, что, знаете, вот эту табличку, если вы хотите быть системным программистом, вот это будет круто. Нужно понимать порядок цифр. Почему не надо ходить в жесткий диск, как правило. Вот очень много людей не понимают, как работать с жестким диском. Казалось бы, такое простое оборудование. А как с ним работать, мало кто понимает. Я позже нарисую, покажу все особенности диска, именно классического, но чтобы понимали. Вот. Как писать программу правильно? В идеале у вас программа должна не пользоваться даже оперативной памятью. Она там в кэш ходить будет, и все процессорный. У процессора есть своя очень быстрая память, к которой мы можем обратиться за полнаносекунды. То есть вообще за копейки. Потому что вот если пойдем в память, то это уже будет 100 наносекунд. И даже кэшу второго уровня, это уже 25 наносекунд. Там ошибка предсказания условного перехода, это вас, скорее всего, волновать не будет, это забота компилятора. Знаете, что это такое, да? Кто знает? Да? Ну, если у нас, например, в цикле есть условный оператор, желательно, чтобы он отрабатывал всегда по одной ряде. Иначе, если все будет различно, то процессор будет сбрасывать конвейер, и все подготовленные вычисления окажутся не нужны. Да, вот все верно, коллега говорит. Еще раз на микрофон даже больше скажу. В чем прикол? У вас процессор умеет предсказывать, по какой ветке ифа у вас пойдет выполнение программы. Если кто читал код ядра Linux, там есть макрос Likely, по-моему, он называется. Вот это подсказка компилятора, что чаще всего будет выполняться эта ветка. То есть, ну, если вы, допустим, обрабатываете или не обрабатываете ошибку, как правило, у вас все-таки ошибок не происходит. И вот эта ветка будет Unlikely, то есть маловероятная. Вот. Скорее всего, у вас все хорошо. Так, ну, сжатие алгоритмом быстрым, это зачем вам может пригодиться как разработчику веба? Вы будете передавать по сети много данных. Возможно, вы захотите, чтобы эти данные были сжатыми, а вот чтобы считать, выгодно вам сжимать данные или нет, вот можете посмотреть, сколько у вас будет сжиматься быстрым хорошим алгоритмом данные и подумать, а нужно ли вам сжимать данные. Скорее всего, будет нужно. То есть по сети лучше передавать мало данных, ну, хотя бы потому, что у вас есть мобильные клиенты, а у них трафик за разы дорогой. И не надо тратить деньги ваших пользователей на мобильном трафике, вот поэтому лучше данные сжимать все-таки, ну, тоже надо мерить, надо думать. А если еще все шифруется, то это в какую часть ячейки относится? Или это вообще... Нет, шифровать, ну, вот здесь конкретно шифровки нет. Да, не в том смысле. Вот, нет, а шифровать, безусловно, скорее всего, надо, и это, безусловно, будет жрать ваш процессор, ну, от этого вы никуда не денетесь. Вот, ну, это, да, это так. Вот, поэтому тут тоже все надо мерить, ну, скажем так, шифрование уж, это то, что, наверное, сегодня, в 2017 году надо делать. Вот, если у вас не какая-то хоум-пейджина, а что-то, где пользователь передает, там, какие-то свои секьюрные, доверенные данные, лучше все-таки, чтобы шифровался трафик. Вот, но я не безопасник, там, условно, я не буду все нюансы рассказывать, это не касается нас сейчас. Вот, тем не менее, ну, вот, последняя строчка, это сколько пойдет сетевой пакет из Калифорнии в Нидерланды и обратно. То есть, это то самое latency. Вот, обратите внимание еще вот на три верхние строчки снизу. Это произвольный доступ к жесткому диску, сколько у вас занимает времени, и чтение одного мегабайта последовательно с жесткого диска. И обратите внимание, что эти два числа будут меньше передачи сообщений туда-сюда в одном дата-центре. То есть, натурально, вы сходите по сети часто быстрее, чем будете ходить в локальный диск. И это важно понимать для веба. Это очень важное число, это важное соотношение. На этом будет базироваться все ваше кэширование, допустим. Вот, это очень важно понимать, что иногда сходить по сети быстрее, чем сходить в диск. Вот, это важно. А вопрос, да, SSD, насколько быстрее или медленнее? SSD быстрее, там... Не понятно, быстрее, но сколько медленнее, чем сходить по сети. SSD, по-моему, если меня помните, не изменяет на порядок быстрее обычного диска. Это логично. Вот, соответственно, ну... Раздели. Я сейчас просто числа не вижу. Вот, просто раздели. Получший результат. Ну, вот сколько? Произвольный доступ к жесткому диску. 10 тысяч, ой, 10 миллионов, ну, значит, 1 миллион наносекунд. Вот, где-то так. У диска, на самом деле, еще раз, диск при правильном использовании не такая тормознутая фишка, как все думают. Диск надо использовать правильно. Последовательно читать, да. Остановимся чуть подробнее, как использовать диск правильно и православно. Так, давайте немножко поговорим о контексте свечах. Операционность... Да. Нет, это обычный жесткий диск. Еще раз, SSD, на самом деле, достаточно редко используется. Прежде чем использовать SSD, надо тоже тысячу раз подумать. Потому что он неживучий. Даже просто от чтения он сыпется. Ну, конечно, они сыпются. Тем более вы, скорее всего, писать будете. Все обращения. Это все не очень хорошо. Они дорогие, они не очень живучие. Поэтому... У вас и так, на самом деле, когда много серверов, у нас, допустим, я каждый день вижу, что где-то подыхает жесткий диск там. Ну, вижу, сервак тормозит. Пишу админом, говорю, ребята, что такое? Они, ну, диск сыпется. Ну, блин. Я уже и сам вижу. Если там процессора начинает много жраться, возможно, сыпется диск. Задумайтесь о метрике. Растет процессор, а на самом деле сыпется диск. В каких-то серверах перегреваются диски в одном месте? Честно, не знаю. Не имею такого опыта по поводу перегрева дисков, но тем не менее. Статистику у себя там. Если один и тот же диск, то может быть... Вот, но тем не менее, с SSD, опять же, я немножко от оборудования не так близок к нему, но, насколько я знал, у нас его мало где применяют. Для домашнего использования в промышленных масштабах не очень. Потому что все-таки у вас намного больше обращений к диску будет там. Вы 24 на 7 работаете. У нас Mail.ru работает 24 на 7. У нас доунтайма нет в идеале. У нас SLA достаточно большой. Вот, давайте дальше. Контекст Switch. Когда компьютеры только появились, давно дело было. Умные люди их разрабатывали. Никто не рассчитывал, что человек, сидящий за компьютером, будет не полезными делами заниматься, типа рассчитывать траекторию баллистических ракет, которые полетят на нашего вероятного противника, а заниматься всякой фигней, типа постить своего любимого котика в какой-нибудь социальной сеточке. Никто на это не рассчитывал. А сейчас у меня на телефоне одновременно я сижу в агенте, у меня проверяется почта, что еще. СМС-ки мне тут летят. Куча приложений запущенных, по сути, обычный компьютер. Часы работают, все вот это. Это куча процессов. Значит, что изменилось у нас? У нас появилась многопроцессная архитектура. У нас одновременно на компьютере выполняется несколько процессов. Я где-нибудь ошибся, когда сказал, что у нас одновременно на компьютере выполняется несколько процессов. Где неточность в моих словах? Кто заметил? Ну, примерно. Потому что в один момент лет на ядерном ядре выполняется один процесс. Правильно. Вот. Одновременно у вас на одном ядре может выполняться один процесс. Я сейчас, опять же, я опускаю такие вещи типа гипертрейдинга. Давайте не будем доходить до маразма. Суть понятна должна быть. Еще раз. Иногда я что-то говорю не совсем точно, просто чтобы не взрывать мозг. Вот. Условно считаем, вот на одном логическом ядре выполняется в один момент только одна программа. Окей, на компьютере у вас будет запущено много процессов. От этого мы никуда не денемся. Бесплатно ли переключение одного ядра на следующее ядро? Нет, не бесплатно. Это называется контекст-свич. То есть как у вас это происходит? У вас запущено какое-то приложение, там оно работает, работает, работает. Потом у вас компьютер генерирует, прямо железо, генерирует по таймеру специальный сигнал, и его перехватывает ядро операционной системы. Оно смотрит, ага, все, надо переключаться на следующую программу. Что оно делает? Оно запускает прямо в ядре операционной системы, на том же самом ядре. Плогировщик смотрит, какую там следующую программу вонзить. Ага, решили передать управление следующей программы. Мы сохраняем все состояние программы текущей, то есть регистр процессора, там условно какие-то структуры данных операционной системы. Мы сохраняем это все в оперативную память. Ну или там у нас лоб тиска, но не сочетаем, что в оперативную память. И переключаемся на следующую. Вот это все дело не бесплатное. Это называется контекст-свич. Вот если бы у нас контекст-свич был нулевой, у нас бы время выполнения программы было как мультитаскинг вот сверху. А у нас мультитаскинг в ВСА контекст-свич происходит, что очевидно. И образуются вот эти вот черные зоны, которые докладывают отпечаток свой. Какой отсюда вывод? По тому, как надо проектировать свои приложения. Кстати, на всякий случай, напомню, что в Linux поток — это тоже процесс для тех, кто шарит. И сейчас попытается меня поправить. Скажет, надо потоки делать. Меньше задач на процессор? Во-первых, да, меньше задач на процессор — это правильное решение. Но, грубо говоря, мы не контролируем все, что происходит на компьютере, как разработчики, мы там не админы, никто. Но мы контролируем, как ведет себя наша программа. О чем нам это говорит? Как работает Apache? Кто-нибудь в курсе? Давайте дальше, по-моему, этот слайд. Да, вот. Как работает Apache и вообще... Да? Я слышал такое волшебное слово — крутина. Крутина? Да, может, они помогут. Помогут, рассмотрим, будет такой слайд. Нет, но это уже всякие хитрые сделанные части современных языков. Это, скажем так, все равно то, что делают руками кто-то. Поэтому если опускаться на уровень операционных систем, мы сейчас низко находимся на уровне какой-нибудь сишечки. Вот. Давайте не будем до года ходить, до питаньяки, до лоа. Как работает вообще традиционный какой-нибудь Apache на PHP? У вас приходит клиент. Apache форкается. Ну или не форкается, а там уже есть процесс, который примет. Там у Apache много разных вариантов. И один процесс обслуживает одновременно одного клиента. То есть есть процесс Apache, в него пришел клиент. Он взял этого клиента, вычитал первый байт, потом дочитал до последнего байта. Вспоминаем про медленных клиентов. Дальше мы вычитали, распарсили запрос, походили в базу. Вот все вот это делаем. И возвращаем. Какие у нас с этим проблемы возникают? Еще раз. Архитектура следующая. У вас один процесс обрабатывает одного клиента целиком. Чтобы это дело масштабировать, чтобы у вас один сервер обслуживал одновременно более одного клиента, мы делаем просто много процессов на сервер. Получаем те самые контекст свечи. Уже проблема. Не самая большая проблема, но важная, не пустяковая проблема. Осознали, да? Хорошо. Большей частью, как мы уже выяснили, бэкэнд у нас что делает? Ждет. Когда процесс ждет, на него операционная система переключаться не будет. Хоть как-то нас это спасает. То есть если у вас процесс ждет чего-то, операционная система его будет, не будет. Но даже пока процесс у вас спит, на него расходуется оперативная память. С этим можно что-то сделать, что на процесс расходуется оперативная память, а у нас ее, ну сколько там на тачке, ну 16 гигабайт, 8 гигабайт. Что с этим можно делать? Своп. Вот, слышу, ключевое слово, вопрос с подвохом. Не надо своп включать, потому что жесткий диск у вас сильно медленный, и у вас начнутся всякие приколы. Нет, ну опять же, это общая рекомендация. Возможно, в вашей ситуации конкретный своп нужен. Но если у вас тачка начинает уходить в своп, она начинает тупить, и там вообще все плохо. Не надо так делать. Если у вас тачка уходит в своп, у вас уже проблемы. Вот. А мы, допустим, свопы убираем нафиг на большинстве тачек. Так. Вот, вот, вот. Короче, память у вас будет жраться, как вы не стараетесь. У вас у любого процесса есть накладные расходы по памяти. Хотя бы на стэк. Хотя бы на стэк. Причем от этого не спасет уже никакая гарантина, даже потому что у каждой гарантины свой стэк. Ничего не сделаешь. Сделаешь. Конечно же сделаешь. Только не на таком уровне, но в рамках такой архитектуры с этим сделать ничего нельзя. Но есть асинхронная обработка. Nginx все слышали? Nginx. Что, никто не слышал про Nginx? Это очень-очень крутое. Одна из лучших, скажем так, российских разработок, используемых по всему миру. Автор Игорь Сысоев, работал в Рамблере в то время, сделали действительно очень крутой сервер. Используется по всему миру. В чем идея? Мы уже выяснили, что большую часть времени сервер тупо ждет. Он ничего не делает. Он ждет. Как это можно использовать? А давайте в одном процессе обрабатывать кучу клиентов. Осознали, да? То есть у вас тысяча клиентов, одновременно установил сни, и всех их мы обрабатываем в одном процессе. Идея, казалось бы, гениальная. А на практике такой код становится очень-очень сложным. Это одна из причин, почему выгодно разделять фронтенд и бэкэнд. То есть фронтенд, на котором нет бизнес-логики, но большую часть времени с клиента будет общаться он. Это выгодно и удобно сделать. Что он делает? Он терминирует SSL только и получает запрос целиком. Хранит их у себя в буфере. Когда получил полностью запрос, спровадил их на бэкэнд. Вы видите, что в одном процессе всех обрабатывают. А если в одном процессе всех ждать, у кого-то берем, скажем, N человек и всех ждем. Мы их ждем. Если вы получили, то дальше идем обрабатывать. А дальше мы их, еще раз, тогда у тебя будет latency падать. Это плохо. Мы не хотим, чтобы падал, точнее, чтобы рос latency. А будет latency расти. То есть, ну, представляешь, у тебя в один процесс пришло куча, а мы их всех обработали. Вот у тебя будет первый процесс ждать последнего. Да, да. Sorry. Еще раз, преимущества контекст свитча у нас сразу отсутствуют. Надо ли, кстати, строго один процесс держать? Может, просто не тысячу, а три, например, сделать? Ну, почти. Просто сколько у вас ядер на системе, столько и поднимайте процессов. Это вот прям идеальная архитектура будет. То есть, оно само там отбалансирует как надо между ядрами. Очень удобно. Вот, но код у вас реально, если его писать на C, будет очень-очень сложным. Даже в C++, там всякий Boost ASIO, есть и прочие библиотеки, которые вам с этим помогают бороться. И все равно сложно. Вот реально, такой код очень сложно читать. Поэтому, если сюда вонзать еще бизнес-логику, будет совсем страшно и больно. Вот, поэтому, еще раз. Вот, как у вас будет выглядеть ситуация с медленными клиентами, еще раз важное. Установилось соединение, оно установилось с фронтендом, с каким-нибудь инжинксом. Мы держим это соединение. К вам прилетает первый байт запроса. Дальше, дальше, дальше. Мы их накопливаем на фронтенде. Получили последний байт запроса. Ага, у вас есть полный запрос. Вы тут же установили соединение с каким-нибудь бэкэндом на каком-нибудь апаче условном. Сложно написанном. Послали в него данные. Он быстро что-то посчитал, быстро выплюнул ответ. Все, процесс умер в апаче. Он больше не нужен, он готов там либо умереть, либо обслуживать следующего клиента. А дальше фронтен тоже, это прям термин, реальный термин, кормит с ложечки клиента медленного, там по байтику. Там байтик за папу, папа, байтик за маму. Вот как-то так это работает. Благодаря этому вы решаете проблему медленных клиентов. То есть у вас бэкэнд может по-прежнему форкаться на каждый запрос. И будет при этом более-менее нормально жить. Ну, грубо говоря, у нас, допустим, во многом такая архитектура. Сейчас, конечно, там уже и не обязательно так делать. Допустим, если гошка какая-нибудь используется на бэкэнде, то ей уже это все не нужно. Но все равно можно какие-то такие полезные вещи извлекать. Да, как это сделано? Есть специальные системные вызовы. В Linux это ePol, в BSD это kq. Вот на таких вызовах это делается. Есть еще вызовы select ePol, но они старые, они достаточно тормознутые по сравнению с ePol. Хотя, если интересно, найдите меня в ВКонтакте. Там у меня висит статья на стене, статья, сори, видеоролик со мной, где мы объясняем, что надо иногда использовать пол и select. Иногда в некоторых ситуациях оно быстрее и лучше работает. Но тем не менее, если у вас высоконагруженная система, скорее всего ePol вам в помощь. Так, вот есть такой вопрос. Еще раз, теперь давайте поговорим о том, как работает жесткий диск. Все помнят вот эти вот грамм-пластины, которые там иголка такая стоит и бегает по пластинке. Все представили? Вот жесткий диск у вас работает ровно по тому же принципу. Поэтому у вас очень дорого обращаться в рандомное место жесткого диска. Допустим, вы читаете в одном месте, прочитали сектор, потом вам надо на другой конец жесткого диска, и иголка будет пока туда переезжать, у вас бесполезно тратится время. Поэтому, особенно в старые времена какой-нибудь Windows XP, была актуальна, была программа дефрагментации, чтобы все части файлов шли последовательно друг за другом. Поэтому фрагментация для жесткого диска, это очень страшно. Современные файловые системы с этим борются, более-менее нормально. А вот раньше с этим прям вручную приходилось бороться, то есть пускать там периодически дефрагментатор. Вот, именно поэтому фрагментация – это страшное зло для любого жесткого диска. Даже если так, вы можете читать со скоростью в лучшем случае 100 мегабайт в секунду. При этом вы ограничены в операциях ввода-вывода. Для жесткого диска хорошо, если оно 100 равно. То есть у вас не более 100 операций ввода-вывода, может быть, в секунду. Вот, вы, допустим, читайте. О чем это говорит? Если у вас есть много процессов, которые читают с жесткого диска, они начинают конкурировать друг с другом и начинают задыхаться от нехватки ресурса жесткого диска. Потому что один процесс читает из одного места жесткого диска, другой из другого. Один процесс почитал там половину файла, другой перехватил управление, пошел в другом месте жесткого диска читать. Отсюда правило. Когда делаете архитектуру своего приложения, нужно делать так, чтобы жесткий диск читал всегда последовательно, чтобы сиков, сик – это как раз установка иголки на нужное место, было минимальным. Итак, мы уже выяснили, что в диск ходить, блин, дорого. По сети часто дешевле сходить, чем сходить в диск. Давайте еще об одном моменте поговорим. Вот у нас есть один процесс. Что будет с… Вот на каком-то клиенте мы заблокировались. Представляете, что такое блокировка для процесса, да? То есть когда мы пошли там в условную сеть, и пока мы не получили хотя бы часть сетевого ответа, у нас процесс как бы заблокирован, он спит. Ему операционная система не дает управления. Если у вас какой-нибудь Apache, условно, все хорошо, вы заблокировались, перешли на следующего, все нормально. А вот если у вас… Еще. А вот если у вас какой-нибудь NGINX, вы на одном клиенте у стуля, то мы заснем сразу для всех клиентов. То есть у нас спим по причине одного клиента, а ждут все. Плохо. Вот не надо так делать. Поэтому очень сложно писать, как я говорил, уже такие асинхронные сервера, потому что надо избегать блокировок. Любая блокировка, любой тормоз сказывается сразу на всех клиентов. Еще давайте я, если заговорили о проблемах таких серверов, скажу следующее. Конечно, в идеале надо писать так, чтобы у вас программа не падала. Но если у вас упадет какой-нибудь Apache, где каждый клиент живет в своем процессе, все будет нормально. А вот если у вас упадет асинхронный сервер или многопоточный, у вас пострадают сразу все клиенты. То есть все клиенты получат 500 ошибку, что запрос не работает. Итак, что мы имеем? Жесткий диск работает медленно, факт номер один. Факт номер два. Нельзя блокироваться в асинхронных серверах. А теперь факт номер три. Я говорил, что фронтенды, которые должны быть асинхронными всегда, фронтенды за разы отдают статику, а статика у нас лежит на жестком диске. Как так? Как мы с этим живем? Почему так можно делать? Почему все работает? Почему интернет еще жив? У кого идея? Ну, частую статику можно в кэше хранить. В каком кэше? В оперативке даже. Близко. Ну, не совсем. А как мы с этим живем? Как нам это помогает? Мы ходим в жесткий диск непосредственно. Но ответ был частично правильный. И у кого идеи нет? Давайте тогда расскажу. На самом деле, когда вы работаете с жестким диском, вы не ходите непосредственно в жесткий диск. Есть такое понятие, как пейдж-кэш в операционной системе. То, куда часто вы ходите в жесткий диск, у вас какая-то часть информации подгружается и оседает в оперативной памяти. То есть, вы не ходите непосредственно в жесткий диск, вы идете в пейдж-кэш. Если в пейдж-кэше нет, то операционная система идет на жесткий диск и подгружает в пейдж-кэш данные. Это в первом приближении. На самом деле, там чуть все сложнее. В общем, факт такой. Если вы часто пользуетесь каким-то файлом, а статики у вас не так много, есть такое понятие принцип локальности в операционных системах, но вообще в computer science, как правило, в один момент времени у вас будет использоваться близкая друг к другу информация. То есть, ну, допустим, у вас новостной ресурс, какие у вас картинки, скорее всего, будут те, которые у вас на главной странице отображены, а они в один момент времени у всех приблизительно одинаковые. Поэтому с этим нормально можно жить, у вас все картинки просто оседают в патч-кэше, поэтому Nginx нормально с этим работает, в патч-кэше ходить можно, вниз ходить дорого, в патч-кэше нормально. Вот, поэтому мы с этим живем. Если начинает задыхаться, надо увеличивать размер патч-кэша, допустим. Ну, там идти к админам, уже с админами решать, что делать, но способы есть. Короче, если у вас какие-то часто используемые файлы, то можно пользоваться патч-кэшом, оно спасет. А, ну это мы уже обсудили. Вот, уже спрашивали про кооперативную многозадачность меня. Давайте обсудим. Асинхронных демонов писать сложно, как мы уже выяснили. Вот, и на самом деле все новое, как известно, это хорошо забытое старое. Когда-то не умели делать нормальную многопоточность. Ну, как не умели, еще не дошли до этого, просто не нужно было. Потому что программу все писал тот же человек, который сидит за компьютером, и он сам знал, когда передать управление какой программой. То есть, как это работало. У вас выполняется программа, потом есть определенная прям строчка кода, передай управление другому, если кто-нибудь другой есть. Вот, и так это и работало. Потом появилась многопроцессная архитектура, а вот сейчас это стала вновь трендовая штука. Только вы этого не видите, как это выглядит на самом деле. Вы выполняете код, доходите до момента, когда можно заблокироваться. Там порождается внутри тренд, так работает Гошка, допустим, в жесткий диск вы пошли. И передается управление следующей некой рутине. Ка-рутини, вот как говорят, о го-рутини для ГО, она называется карутина в питоне, в C++ карутина. То есть, вы, по сути, пишете обычные асинхронные предложения в синхронном стиле. То есть, вы пишете как будто обычную простыню кода синхронного, без всего этого callback, оно нормально работает. Какие преимущества? В принципе, так же просто писать, как синхронный код, так же легко, как асинхронный. Но здесь надо смотреть, иногда, если криво писать, почему вас это особенно касается, у нас будет лекция по тарантулу. Вот тарантул построен, там хранимыми процедурами все делано. Вот там кооперативная многозадачность. Если криво писать, у вас никогда не будет инструкции по передаче управления другой рутине. То есть, бывает задача, надо, допустим, обойти всех пользователей. У вас один процесс тарантула. Вы его запустили, дернули ходить. И вот пока вы всех не оббежите, это 10 минут. Если криво написать, у вас ни один другой запрос выполняться за это время не будет. Потому что другим клиентам не будет передано управление. Идея понятна? Вот поэтому тоже надо везде смотреть. Плюс это абсолютно не решает проблему с оперативной памятью. Вот стэк нужно у каждой рутиной держать свой. Вот архитектура Nginx. В принципе, уже рассмотрели. Зачем еще он нужен? Он умеет ходить за кэшем. Есть такая программка BMCache. Кто-нибудь, наверное, в курсе. Это, на самом деле, обычная хэш-таблица. Обычная вот самая, то, что на структурах данных изучались, с какой-то сетевой обвязкой. И вот вы можете просто посетить, запросить значение какого-то ключика. На этом очень хорошо делаются кэши. И, допустим, вам пришел запрос показать главную страницу. Главная страница новостного ресурса меняется, ну, не то чтобы очень уж часто. Поэтому достаточно один раз генерировать ее из базы данных, а потом в кэш положить. И вот фронтенды умеют не ходить даже в бэкэнд, они умеют брать страницы из кэша. Прямо уже сгенерированные. Там вопрос инвалидации кэша будет рассмотрен позднее, вообще, как работать с кэшами. Ну, в рамках того, что можно решать проблемы, как вот, например, из Nginx отходить в MMCache. Там еще есть варианты Redis, тарантулы, ну, не суть, просто в любой кэш какой-то. Дальше. Что из себя представляет типичный сайт? Это куча разных серверов. То есть, если у вас один сервер, скорее всего, у вас не Highload. Вообще, то, о чем говорит Highload, как некая наука, это умение масштабировать. Здесь вопрос идет не только о написании даже эффективных приложений, потому что вы когда-нибудь упретесь в производительность своего железа. Сколько вы минимум шштабироваться, чтобы у вас можно было на несколько серверов запускать ваше приложение, и чтобы прирост производительности был практически линейный. То есть, чтобы два сервера работало в два раза быстрее, чем один сервер. Вот как-то так это должно быть. Там есть определенные математические законы, типа закон Амдала, если меня память не изменяет, которые говорят, что это, скорее всего, будет не так. Но это то, к чему надо стремиться. Окей. Клиент, как мы уже выяснили, приходит у нас на фронтенд. Фронтендов у нас несколько. Как сделать так, чтобы балансировалось на нескольких фронтендов? Ну, можно поставить специальные железки, которые хорошо балансируют трафик, там, балансеры железные. Самый-самый простой способ – это DNS-балансировка. Кто не знает, что такое DNS, поднимите руку, пожалуйста. Окей. Есть такие. Давайте тогда очень кратко расскажу. DNS – это специальный протокол. Вы пишите в браузере www.mail.ru, да? Но у вас TCP ничего не знает о символьных именах. Надо как-то символьное имя преобразовать к IP-адресу. Вот за это как раз отвечает DNS. То есть вы… Ну, вот пример. Мы пишем в командной строке «host mail.ru», она говорит, что у mail.ru есть вот такие-то IP-адреса. Вот это как раз и есть DNS. То есть еще раз, вы написали символьное имя, получили в ответ IP-адрес. Этим занимается служба DNS. Как устроен браузер? Он возьмет, скорее всего, первый адрес, там есть разные приколы, но будем считать, что это так. Первый адрес, который вам вернет DNS. То есть DNS вам может вернуть несколько список адресов. Не один, а список. Он берет первый элемент этого списка. Отсюда следует, что если сам сервер DNS будет в список ходить раунд-робином по нему, то один вернет адрес первым, то второй, то третий, то четвертый, вот так вот будет их ротировать, у вас получается настоящая DNS-балансировка. То есть одному пользователю вернулся первый IP-шник, второму пользователю вернулся другой IP-шник. То есть это вот видно на скриншоте, прям я сделал на слайде. Первый раз мы говорим, хост mail.ru, нам возвращается IP-адреса 94.100.180.201, а второй раз 217.69.139.200. То есть это два разных фронтенда mail.ru. Благодаря этому будет работать. Вопросы есть? Потому что такое DNS и по тому, как работает DNS-балансировка. Ни у кого? Ну давайте дальше тогда. У меня есть все-таки вопрос. Можно эту балансировку как-то настроить по загруженности или нет? По загруженности... Она и есть. Нет, по загруженности не получится, но скорее всего у тебя, во-первых, все сервера должны быть равнонагружены, а во-вторых, можно задавать веса так называемые. То есть, допустим, у тебя стоит новейший там, я не знаю, суперкомпьютер и какой-нибудь Pentium 2. Где-то в гараже у бабушки откопали. Можно весами, да. Так, есть горизонтальное масштабирование. Это в рамках highload то, на что нужно закладываться. Это добавление новых серверов. Когда-то оно станет дешевле. То есть смотрите, как это происходит. Вы сначала разбили свою свинью копилку, нашли там 100 рублей, пошли на радиорынок и купили за 30 рублей какой-нибудь Pentium 1, а на оставшиеся 70 рублей купили себе пиво. Окей, Pentium 1 у вас перестал выдерживать более двух запросов в секунду. Вы пошли и купили Pentium 4 современный. Относительно. Воткнули его. Окей. Дальше вы поставили какой-нибудь i7. Все. А дальше вам особо там, ну, ставите Xeon какие-то. Но очень быстро вы уплётесь в производительность хорошего сервера. То есть каждое следующее улучшение вам будет стоить слишком много денег. И в определённый момент будет дешевле поставить ещё один такой же сервер. То есть сначала мы наращиваем мощность сервера, это вертикальное масштабирование, а потом мы начинаем масштабироваться по горизонтали, доставлять больше компьютеров. Это вообще, как горизонтально масштабироваться, это тема первых трёх лекций вообще. Ну, двух точно. Всё, что мы сегодня рассматриваем, особенно завтра будем рассматривать о базах данных, это будет про горизонтальное масштабирование. Какие недостатки? Вот если вы воткнёте процессор помощнее, вам ничего программировать не придётся для этого. Чтобы у вас было горизонтальное масштабирование, вам приходится думать головой своей и понимать, как хорошо отмасштабироваться. Ну, к примеру, как это видно, вам приходится задумываться о таких вещах, как DNS-балтсировка. Потому что вы поставите два сервера, если все пойдут в один, то как бы толку от вашего второго сервера. О чём ещё нужно думать? Ну, вот типичный пример такого масштабирования — это кэши. Как поставить кэш, как его сконфигурировать? Всё вот это приходится думать. Вертикальное масштабирование. Ну, суём более мощное железо в сервак. Ещё не надо программировать. Но цена растёт нелинейно. То есть сначала, чтобы получить... Короче, чтобы получить производительность относительно Pentium 1 в два раза, вам придётся заплатить какие-то копейки сущие. А потом всё дороже, дороже, дороже. И, как я уже говорил, дойдём до того момента, когда дешевле поставить ещё один сервак и оплатить работу программистов, которые вам сделают нормальную масштабируемую архитектуру. И даже если у вас неограниченный бюджет, вы там, не знаю, пилите госбюджеты, у вас очень-очень всего много денег, всё равно в какой-то момент вы упираетесь в такую характеристику, как предельная мощность серверов. Допустим, вы поставили суперкомпьютер Ломоносов или что у нас сейчас считается самым крутым диплом. Не помню, короче. Диплу, по-моему, он называется. Ну, короче, мощнее, ничего нет. Всё. А у вас ещё клиенты идут. Вы такой крутой сайт сделали, что все им пользуются. И фиг, что с этим сделаешь, пока начнёте горизонтально масштабироваться. Ну, в общем, надо и то, и другое использовать. Немножко о кэшировании. Давайте я сначала скажу первое правило, которое надо знать при кэшировании, а потом уже буду рассказывать, что с этим делать. По возможности не надо кэшироваться. Правило номер ноль. Если ваш сайт не работает без кэшей, это плохой сайт. Всегда надо закладываться на то, что кэши обнулятся, кэши станут невалидными, с кэшами всё станет плохо, и ваш сайт должен держать нагрузку даже без кэшей. Пусть плохенько, пусть хиленько, но должен держать. Он не должен падать без кэшей. Поэтому, знаете, как бывает, сделали сайт, который не работает толком под нагрузкой, натыкали кэши и считают, что всё хорошо. Нет, ребята, ничего хорошего в этом нет. Не надо использовать кэши бездумно. Это, конечно, отличный инструмент, но только в дополнение для экономии денег, ресурсов. Какие есть варианты кэширования? Это всё, что я вам говорил сейчас. Это, прежде всего, касается кэширования на фронтендах. Есть ещё кэширование на клиенте. Как это выглядит? Вы пришли на, не знаю, какой новостной сайт, я чаще всего читал, ленту.ру. Вот я зашёл на условную ленту.ру. У меня загрузились картинки. Через 5 минут я устал работать, захотел ещё раз ленту.ру почитать. Нажимаю F5, обновляю. А там всё те же, скорее всего, картинки будут. Зачем мне ещё раз их загружать? Они у меня лежат локально на жёстком диске. У меня их с кэша я их поднял, и всё хорошо. Это, прежде всего, задача не бэкэндеров. Этим занимается у нас всё-таки больше фронтенд. Ну, фронтенд, понимаете, да? Это те, кто пишет на JavaScript, на HTML. Это больше их задача, там, как кэшированием заниматься, как оптимизировать всё это дело. Задача следующая. Чтобы у вас кэшировалось то, что должно кэшироваться, вовремя инвалидировалось. Инвалидация кэшает, когда какой-то ресурс становится недействительным, устаревшим. В общем, тоже не надо этим пренебрегать, потому что существенно снизит реальную нагрузку на сайт. Потом, какие ещё есть особенности у клиентского кэширования? У HTTP есть код ответа, сейчас не вспомню, что номер. 304, по-моему, да, not modified. Вот, если вы пришли за каким-то ресурсом, вы передаёте специально его версию, там есть разные способы, время последнего обновления, if modified since, заголовок в HTTP, либо какой-то хэш ресурса, там, ETEC, например. Если он остался на сервере, это то же самое, он отвечает 304 not modified, и всё, вы берёте из кэша. В общем, разные есть способы. Вы тоже, главное, знайте, что есть такие способы, и когда проектируете и понимаете, что вам надо кэшировать, загуглите, не поленитесь, и посмотрите, сколько у вас прозер реально загружает. Скорее всего, сильно выиграете по трафику. Как минимум, благодарные пользователи мобильных телефонов вам скажут спасибо, что один заход на их сайт с какого-нибудь роуминга не оставит их в вечной ипотеке. Вот, в вечной нищете. Серьёзно. Как бы бывали прецеденты. Инвалидация кэша. Ну вот, это мы уже начали обсуждать. Первая, самая большая проблема, это как определить, что данные в кэше уже устарели. Есть, например, способ тегирования кэша. Вот у вас есть версия страницы, вы всё время ходите, получаете эту страничку. Допустим, у вас в кэш-таблице ключ-значение. Ключ называется main page. Вот вы постоянно будете получать этот main page, и когда он устареет, вы не узнаете. Там, так как куча ресурсов, скорее, ещё будет, помимо этого main page. Вам в определённый момент, не знаю, какая-то срочная новость появилась. Не знаю, всем дают по бесплатной квартире. Это на main page от клиента отправляется на сервис? Нет, это всё кэширование, это всё мы говорим о кэшировании на фронтендах. То есть, когда фронтенд идёт в мэм кэш локальный, мы об этом прежде всего говорим. Вот, есть способ протегировать. Это по-другому версионирование ключей. То есть, у нас ставим ещё, помимо этого, метку времени. Мы храним в мэм кэше отдельный ключ, грубо говоря, метка последнего обновления 2013. А дальше к каждому ключу мы ещё в конец дописываем, помимо семантического значения, ещё эту временную метку. То есть, как это будет выглядеть. У вас фронтенд сначала пойдёт и получит текущую версию, а потом на основе этой текущей версии получит именно ключи. Следующий main page, там, допустим, 2017, 10.04, 15.37 или Unix timestamp какой-нибудь. Он доберёт то, что ему не хватает. Он получит нужную версию актуальную. Что мы получаем? У вас появилась новая новость о том, что всем раздают бесплатные квартиры. Спешите быстрее, только в течение получаса. Вы инвалидируете сразу все... Вам не надо удалять все ключи старые, они просто остаются в кэше когда-нибудь удаляться автоматически. Там кэши так устроены, что у них данные протухают и очищаются автоматически. Вы сразу только новые ключи записали с нужным тегом, и у вас пользователи пойдут сразу за новые версии кэша. Идея понятна? Вот инвалидация кэша – это такая очень частая проблема. Люди почему-то её очень плохо решают. Непонятно, почему, в принципе, рецепт не такой сложный. Вот главное запомнить, называется тегирование ключей. Вот, потом, какая проблема? Двойное чтение. Вот, допустим, в какой-то момент времени у вас появилась новость, которая нет ещё в кэше, да? А тегирования у вас нет. Новость появилась. Мы приходим 10 клиентами одновременно. Теперь следите за последовательностью действия. Рейс кондишна плохо на слух воспринимается, но, к сожалению, по-другому это не объяснить. Клиент номер один пришёл, сходил в кэш, спросил, есть ли такая-то новость в кэше. Ему говорят, такой новости нет. Он пошёл в базу данных. Пока база данных ему не вернула, приходят ещё два клиента. И делают ровно то же самое. Спрашивают, есть ли в кэше? Нет в кэше. И они тоже идут в базу данных. В результате что получаем? Получаем массовый дидос на базу. Потому что все пришли, спросили, в кэше ничего нет. И пошли в базу своими запросами грязными. А теперь вспоминаем то, что я вам говорил. Не надо лишний раз кэшироваться. Если у вас сайт сляжет без кэша, вы будете отгребать вот такие ситуации. У вас задохнётся база данных. И реально всё, что там нужно будет делать, это админам идти вручную реанимировать базу. Потому что она сляжет. Татурально сляжет. Под такими нагрузками, если ничего не сделать с этим. Аналогичная ситуация – это старт с непрогретым кэшом. Вы положили кэш, он все данные хранит в оперативной памяти. Подняли кэш, в кэше ничего нет. Все клиенты сразу ломанулись в базу. Как это делается? Есть какие-то идеи, как побеждать вот эти две проблемы? Двойное чтение? Если там ничего нет, положить, я пошёл в базу. И следующий человек будет приходить. Да, ставим блокировку. Всё правильно. Вот говорит коллега, что-то типа Mutex. Ставим в базу данных специальный ключик, что не надо ходить в базу, я жду. Там все приходят, смотрят. Если этого ключа нет, там базы, sorry, базы, кэши поддерживают атомарные операции. Вот если ты смог поставить ключик такой, и его ещё не было, то тогда ты идёшь в базу. И тогда только один клиент пойдёт в базу, а все остальные сидят просто и ждут, пока эти данные появятся в кэше. Будем жить с этим.